ДИМА 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 Всем привет! Привет! Мы уже почти в центре города. Мы уже сводили Диму к врачу. Мне ещё осталось сегодня сводить врачу. В общем, у Димы всё в порядке. И ещё наше утро сегодня началось с хороших новостей. С офигенных новостей? Да, нам прислали оценки наши по экзаменам. И знаете что? Дима, скажи ты. У нас офигенные. И мы по всем предметам. На втором, на третьем. В общем, мы в топ-5 в группе. Мы вообще не ожидали, что мы будем так высоко. И потому что мы там фигово учились. И думали, что еле-еле там вытянемся. Нет, просто дело в том, что когда мы сидели на парах, мы видели, что наши одногруппники, они как будто знают больше. Да, и мы очень переживали по этому поводу, потому что у очень многих есть опыт работы. Они в всём этом лучше шарят. И мы переживали, потому что у нас по сути образование не очень хорошее. И мы как-то без офиса совсем. Оказалось на деле, что по экзаменам мы всех сделали. Ну не всех, но мы там, я же говорю, топ-5 мы. Так что всё отлично, хорошие новости. И мы решили отменить эту новость кофе. Да, мы сейчас идём в нашу любимую кофейню, которая называется «Citizen». «Citizen»? Да, мы любим её. Сейчас выпьем по кофейку и ничего там может быть. Кстати, в Украине подорожало. Да, мы были удивлены, но здесь цены действительно выросли. За полгода буквально. Но испанских, конечно, не дотягивали. Но было это что? В Испании, кстати, цены практически не меняются. У меня-то мама работает 12 лет. И за 12 лет проезд подорожал на 20 копеек. И всё. На продукты, на всё остальное цены уже стабильные. Там, наверное, лет 20. А здесь стоит на месяц куда-то выехать, приезжающие совсем другие цены. Всё же по-другому нужно рассчитывать. Ещё нам как-то рассказывал преподаватель, что в Испании есть один производитель пиццы. Ну, там компания делает пиццу для супермаркетов, то есть там полуфабрикатов. Так вот эта пицца, она с каждым годом не дорожает, а дешевеет. И там они делают её уже 20 лет. И она вот с каждым годом там на 10 копеек дешевле становится. Вот так вот в Испании экономика работает. И это при всём том, что они нереально ленивые. Самые ленивые люди, которых я видел, это испанцы. Но в то же время они очень приятные. Люди с ними приятные. Работать они всегда тебя поддержат. Да, они всегда улыбаются. Всё там у них так позитивненько. Мы сейчас закажем себе, наверное, вот это. Стил. Одно на двоих. Точно мы хотим просто перекусить. Здесь очень вкусное латте. Поэтому мы возьмём волосы. Да? Да. Ужас латте. Смотрите, как он красивый. Как красивая посуда. Вкусно? Как обычно? Да. Вот оно. То, что нам принесли. Очень вкусно. Мне очень нравится. Мы покушали немножко. У меня рот замёрз. Я уже не могу разговаривать. Мы сейчас идём в клинику. Я иду к врачу. Сейчас проверюсь и слышу, что у меня всё хорошо. И пойду домой. Я сейчас вам покажу собаку пластилин. Потому что с неё можно лепить всё, что хочешь. Смотрите, теперь свинья. Ой. Теперь волк. Это волк. Авруська, прости. Бедная собака. И почти задолбует меня. Романтик. Собака мечтатель. Собака заигровака. А мы лежим и смотрим Ливу смеху. А я ещё маникюр себе сделала. Такой. Мы сейчас с Катей обалдеем на диване. Катя, что ты власть цветов много. Катя, что делаешь? Завис. Завис? Блин. О! Не завис. Наслаждаем нас свободным временем. И ничего не делаем нам. Да, мы сегодня хотели в город поехать. Так и не добрались. Мы ещё хотели заехать в страховую нашу, чтобы получить компенсацию. Мы уже сели в маршрутку. Уже доехали до почти нашей остановки. Я казалась, что мы забыли документы. Да. Документы. И ещё. Катечка. Забыла полис. Почему ты делаешь? Потому что ты брала весь пакет документов. Я думал, что ты забыла. Ну а, ладно. Ладно. В общем. Да. Мы забыли. Авролика? Авролика. Делай вид, что ты не слышишь, но хвостом виляет. Пошли на диван. Пошли. 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 Пошли на диван. Украина, иди сюда. Уche, иди на мой халёсик, мой такой красивый собак. Ух ты всё独 konkret. Накрой её. Моё коша. Иди под глядикой Вот эта фанарочка Скучала за ней, правда? Нет Кстати, нам написали в комментариях Чего бы мы не хотели видеть в Украине Зачем мы не скучали Честно говоря, я пока не знаю Мне пока что все так нравится Даже когда сегодня мы зашли В разную маршрутку Мне даже там понравилось Честно говоря, я совсем соскучилась Вот через недельку вопрос будет актуален Да, вот через недельку я вам расскажу, что меня заотражает Пока что мне все-все-все нравится Еще, я не знаю, мы говорили или нет Мы Грибу поедем на машине Мы поедем с Стасом И мы обязательно зайдем в Варшаву к нашим друзьям Мы уже лежим в кроватке Смотрите, кто с нами лежит Там Витя Она нас засунула мне Под кофту Валяется Всем хорошего дня И всем удачи Всем радостного дня Хорошей погоды Пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok